Ищешь приятную компанию для совместной игры? Заходи на дискорд сервер Меллида. Мы создаем самое большое сообщество русскоговорящих игроков Майнкрафта. И ты можешь стать его частью. Кроме того, на сервере регулярно проходят джекбокс, бункер, мафия и другие игры. Участники сервера могут сами устраивать интересные ивенты и собираться вместе. А еще мы проводим регулярные розыгрыши на лицензионные ключи Майнкрафта и создание персональных Майнкрафт скинов. Не забудь поучаствовать, познакомься с интересными игроками и просто приятно проводи время. Переходи по ссылке в описании. Именно там проходит весь Вишру Майна. Всем привет! С тебями нет. Сколько я использовал уже этих галочек в податке? Пока ноль. У меня формочки для льда. Вот такие. Это мы будем пить виски со льдом? Да. А какая твоя любимая песня про колу и виски? Мешаю колу с виски, люблю вкус женской письки. Это твоя будущая песня, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Будет сниппеть сегодня. Что там, альбомы? Вчера случайно написал хит Игоря Басрал. Мне очень понравился. Да, особенно вот эта строчка Войду в твою тёлку, она будет светиться. RGB. Дальше я не помню второе, у меня первое просто. Слушай, ну всем привет, подписчики. Ну вы Кирилла доводите, ну не смейтесь, пожалуйста. Да. Ну что, ребята, сегодня у нас будет впервые совместный с Кириллом кукинг стрим. У нас такого ещё никогда не было. Но тут повод такой получился, ну случайный совершенно. Мы решили вкусно покушать. Ну я решил... Да, продолжается день рождения. Да, день рождения, праздничный будет обед, ужин с бонусом в конце. Поэтому дождитесь. Мы собрали гостей, вчера как бы я в Майнкрафте праздновал. Да, сегодня уже с друзьями. Да, сегодня с друзьями, с другом. А послезавтра уже будет с лицемерами, которые придут на фейковое день рождения. Да. Да, 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 да. Вот, мы готовить не умеем с Кириллом, если что. Да. Нас будет учить боксик. Мы ничего не умеем готовить. Ну да, нас научит Соня делать. Да, поэтому Соня будет руководить как главный шеф-повар семьи Барановых. Она будет сейчас нам рассказывать, как правильно готовить баранину. Мы с Кириллом мужчины. Ну я добыл, по сути. Кирилл убил. Ну как это называется? Не убил, а добыл тоже. Освежевал. Освежевал, да, 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 да. Зато теперь у тебя еще и маленькая шапка есть на пальце. На каждый из пальцев. Да. Маленькие шапочки такие прикольные. Вот. И будем очень вкусно кушать сегодня, да. Соня нас научит. Может быть это нам в жизни пригодится в будущем. А тебя типа нету тут? Здесь нету Кости. Будьте уверены, что Закрель не сидит здесь. А мы же в самом начале сказали, что с девушкой надо. Не, хоть на каком-то стриме он появится. А, реально? Но хочу сказать то, что Костя сейчас весь перемотанный, переломанный. Да, он очень заболел. Короче, он болел ангиной и настолько кашлянул, что у него все кости сломались, ребра. Вот. И он поэтому не стримит вообще. Да, ну скоро будет стрим у Кости. Чуть-чуть осталось. Да, да. Там видео новое готовят. Да. 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 Вот. Что сегодня мы будем готовить? Как вы уже поняли, раку из баранины. Да. Нам нужна изгредиентов. Кстати, дополнительных ингредиентов нихуя нету, Соня не подготовила, к сожалению. Но то, что вот я сходил по барану купил. Смотри, что у меня есть. Это мне мама привезла с это. Какая-то страна у нас там заканчивается, я точно не уверен. Короче, там вот такая. Специи. Вот так вот делать. И куча специй, смотрите. Вот. Очень круто. Мы будем это сегодня специить. Вот. Black seed. Ладно. Вот. Изгредиентов. Я никогда не смотрел вукинг-стримы. Мне казалось, что это полная хуйня, поэтому я не знаю, что там делают. Вот у нас есть помидорка. Слушай. Так. Что это? Забери это. Не показывай. Не показывай это. И ты серьезно вот ради этого? Да, да. Извините, ребята. Мне пришлось выйти из кадра. Я просто придумал. Телеграм-канал мысли жопера. Ссылочка в описании, кто не подписан. Блин, я не могу ее поддрать. Нормально, нормально. Это опечатка. Так. Это что-то есть? Вот. У нас есть вот такая вот помидорка. У нас есть лучок, чесночок, сметанка. Вроде бы все, да? Да, ну да. Ну и мяско. Свеженькое. Свеженькое, реально. И причем, знаешь, в отличие от магазинового мяса, которое покупают, почему это такое хорошее и дорогое оказалось? Мало, к сожалению, но зато качественное. Потому что мы видели, мы видели процесс добывания как раз-таки этого мяса. Вот. Ну даже участвовали. Ну я-то и участвовал первостепенно, как самый главный. Так, ну что, нам помимо всего этого нужен кетчуп. Нам нужен кетчуп. А он у нас есть вообще? А, можно заменить томатной пастой. Вот, да. Вот, у нас есть томатная паста, она лучше. Масло подсолнечное. Масло, чтобы попа не погасла. Ставь лайк, кто выкупил отсылку. You know? И королева стрима. Ребята, сейчас все, небольшие такие организационные моменты. Просто, чтобы вы понимали, насколько сложно готовить. Я не люблю готовить только потому, что, ну, это, блин, ну заеб, серьезно. Мне не кайф, я не получаю удовольствие от процесса, от того, что получится. Не кайфую вообще. Это барашка? Ну, баранина. Это мясо. Да, баранина. А это неважно, что это вообще. Так, вот, да, и вот хочу показать, насколько это реально заеб. Ты почему не готовишь? Вот все, что ты перечислил, умножай на три. А, Илья еще, да, Илья? Да. Смотрите, микрофон Союз, кружка. Это от него? Да. Реально подарок кружка, что ли? Да, да. Нарежьте мясо полосками или кубиками. Сколько надо грамм? Слушай, ну тут не так уж и много, мы когда снимали скальп, не так уж и много было, поэтому я думаю, все можно порезать. Что такое? Ты подавился? Я подавился просто. Скальп. Что такое, Кирилл? Ты что-то в чате прочитал или что? Ахаха. Я шутку пропустил? О, расскажи же этот анекдот про конфеты. Ну вот, смотри. Нарезать полосками или кусочками мяса. Пх, скальп. Нарезать кусочками или полосками скальп. Давай квадратиками. Сколько грамм мяса надо? Тут не написано. Сейчас я скажу. Давай. Давай взвесим сначала. Сонечка, 500. 500. Вот весы у нас есть. Смотри. 500 грамм говна. Фу, что с ней? Это плесень. Сонечка, смешно. Реально плесень. Я знаю, это природы весны, я не пользуюсь. Так. Это не плесень. Убери их. Нет. Так, смотрите. Берем баранину. И это уже 140 грамм. Это 300. Ну он тяжеленький был. Ну да, такой. И ну вот. А вот этот кусок нам не нужен. Так нам больше... Нам больше... Ладно, хорошо. Он вообще так пахнет. Блин, это специфический вкус, запах, да? Да, да, баранину. Видимо, намек был не понят. А. Вы с чем помыли? Так мы вчера его купали. В смысле? Да, да, его купали сначала. От блок. Нет, какая разница. Все равно это лапка, вы его трогали. Где-то она лежала и так далее. Ну я могу помыть. Надо помыть его. Ладно. Боже, это такой заеб вообще. Соня говорит, нужно еще туалет и бумага его потом протирать. А, стой. Не Костя. Можешь дать? Смотри, это ротик его. Был? Так. Из какого клипа посмотрим, кто остался? Ну как? Что за полез? Вы видели, вы видели? Спичекам, давайте я почитаю чатик, что вы видите. А, нет, давай уже начни резать уже. Там траурная фотка сзади на стене. Алло, плохо слышно? Извините, мы до конца не все настроили. А ты можешь усилить немножко? Я бы мог бы, но у меня уже руки типа... Так я же помогу. А, ну вы-то. Прикинь, я только вчера говно занимать не тревогу. А сейчас я его вытираю. Да, алло. Босс, передай привет, гримрочек 0.9 и член 5. Привет, член 5. Ёб твою мать. Блядь, мне кажется, она затроллила нас, типа так не надо. Да? Выкини его, этот кусок лишний как раз был. Вот этот? Слушай, у него холестерин, он походу питался, что-то не очень. Это плева, смотри. Блин, готовить смешно. А куда ножик дел? А, вот, смотри. Биф строганов. Штуку биф строганов. Мы готовим баранья рагу. Баран строганов. Баранья рагу. Вот с Альятли. Давай, давай ты, короче, общайся с чатиком, а я пока... А, ну ты все-таки умеешь? Ты хоть раз готовил? Нет. Я когда готовил, у меня всегда получалось. Но ты чуть-чуть хотя бы жил один, да? Ну, пока не ел. Ну, дней 15 в своей жизни ты выживал? Нет, у меня всегда были женщины. Вот. А когда не было женщины, Соня приходила, помогала готовить. Ты маму Сони зовут? Да. У тебя тоже? Да. Он у нас с одной фамилией. Так, ну я пытаюсь чат прочитать, но он этот... Благает. Маленький, слишком этот... Но они сами сказали убрать. А? А что он такой тупой? Знаешь, это плохая примета. Давай вот это. Да, вот этот получил. Это плохая примета, когда ножи неточные. Когда у девушки есть мужчина... Ну не надо! Эй, я знаю, что он делает, это правда. Да. Это означает, что жена изменять будет, если ножи неточные. Да что ты режешь или что ты делаешь? Да я что-то переживаю, что у тебя мозги разлетятся в разные стороны. ГТА РП. Да это не срезается! Фу, блядь! Давайте я... Не-не, Соня. Давай, давай, Пук. Давай на полоски, Пук, порежь. А, срезайте. Да нет, мы должны резать. На стрэч ТВ. Соня, Соня. Да мы сами порежем, смотри, это как рыба делает. А, да, такое чувство, что сегодня в чате все в первый раз узнали, как меня зовут. Типа... Да? Ну да. Может, он тебя поздравляет? Типа... Ааа, спасибо, спасибо, спасибо. Но вчера было уже всё. Блин. О! 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 Ты можешь, ну, чуть-чуть хотя бы боком, ну, чтоб все... А, да, ребят, вот я режу... Пашищики, видели? Я режу... Барбаран. Да, да. Ужас просто. Я отрезал, я не пойму. Ну, это считается полоской. О, это его язык садил. Ужас. А будет всё дня по стриминсайде, что... Кукингс тримм, руку из баранины. Да, да, да. Сейчас я проверяю. Может быть, вот это... Как это можно отрезать, я не понимаю. Бух, сделай пыщ. я сюда но мы не режется блять кто придумал готовить что это за еблан был у меня идея ну нет давай кто как кто красивее вот так вот подкинет и поймает прикольно я не хочу почему у твоей женщины вот так или или нормально ровно и про вторую или про не нельзя не надо было так покажи как сделать полоски смотрите соня 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 ты опять трусы не надела без трусов соня зачем такие маленькие полоски чтобы без троганов подожди как ты от обрезала жилку вот и нашел очка я вот смотри я взяла так так и я мог 2 я сделаю а ты скажи круто или нет просто ножик был бы поточный я бы все бы сделал ты просто выкинула это это выкинуть вот это это на выброс кишки это не на выброс это готовить пешка полосочками это не полосочка за что барана кирюшу расхуярили не пятерку а именно того барана что на стене а вы его член тоже есть будете вы специально молоком кормил из-за гитлера луч на это шутка за что не хотят шутку ли обзывали именно вот именно ребят ну давайте посерьезней будьте пожалуйста почему соня точит нож были не знаю может он затупился ты его затупил ты но еще похолоднее сделать алиса кондиционер 23 2 от от объем пока ну по донатам не было смысле отбивные а зачем это надо я не знаю нет ну я видел его и до этого отбили нормально типа отфутболили блин если это будет говно я хренею мы столько времени потратили на то чтобы кровь всю слить его чтоб мясо было хорошее говорит я покажу а ты помыла его я просто не выйду а зачем мыть буду конечно а зачем его я покажу как я буду резать смотри как это круто режешь воды тренировки это я отрезал смотрите я тоже хочу попробовать давай давай теперь ну-ка давай это подержу подержи-ка ну так вот хватило мне для взлета это надо летят как из пулемета мне надоело блять тут какая-то сопля на оставь это держи теперь ты это ладно я подержу конечно смотри вот берешь и силы надавливаешь она лучше резать так ты хуйню сделал почему будут слишком толстые ты чё вот вот смотри нормально да да нормально рагу из баранины ребят похуже посмотри убери шерст этого черного это волос или что это это шерсть блять смотрите мужчины 2 куба йога портит еду на протяжении всего сморды это мы еще даже не начали готовить мы это режем мне мне кажется надо вдоль волокон резать они против почему она развалилась только что те надо вдоль волокен я так и делаю сон не слушай он специально подставить меня хочет может оператор что-то чрезвычайное происшествие за что баран и кирюшу зарезали это костя резал да суки вы такие я на вас обиделся вот короче вот ты в ресторан ходишь и тебе точно также прикинет и вот ты спор заебываются бывает барашка он берет потом нарезает его освежевает кровь со сливает и стоит вот так просто заебал не но у него наверно ножи по пострее не садовую постепенно поточи потом на будущее спинкланова фух я уже заебался слушай если ты нож тогда бы был бы поострее он бы тоже побыстрее бы типа а кстати да и не мучился бы так вот это что такое мы знаем принести кубок так вот так вот да или вот так а у вас когда две полоски будет не знаю типа а а а все потому что кирилл пользуется визит самые лучшие презервативы мне кажется слишком большой почему блин так круто готовить особенно когда ты это делали с друзьями спасибо большое что вы пришли ставки лайки подписывайтесь нажимаете follow фаллас вот чё то чё как день у тебя прошел сегодня я пошел в качалку меня там трахнул тренер жестко вот и постоянно ходил какой-то рядом начал он примут на меня смотрел я думал это подписчики он как будто ну рядом хочет позанимать который плюнул тебя да да но в итоге оказался не подписчик на это зачем ты заспойлер а ты хотел рассказать и потом еще я но я встретил игоря и мы поехали покупать аппаратуру всякую для того чтобы я подкастов да там отрицательное образование это просвечивается как паутина у человека паука блин а можешь стрельнуть в кости вот этим куском мяса может поделить это вот анальный дробовик да 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 вот так что он выворачивал это на выброс я понятия не имею там очень много этой жилы 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 жил от этого ну и все вообще в баране немного вот это да баранина она очень вкусная сытная это факты вот чё хотел это спросить что-то схотел забыл вот ты не помнишь чего хотел слушай ты будешь выступать в ростове ну и в краснодаре на концерте мазелова ты тоже что да а ты в какую минуту выходишь в пятую а я в 55 с треком хламидия не меня тогда уже не будет а с кем ты будешь я с мазеловым и с жаком луни приедет да блять забыл что хотел сказать очень важно у чата спросить слушай он роднул баранину плюс чат плюс чат интересно убирай то нахер кого я не знаю выкинуть это биф строги наш капец все плюсы поставили все смотрели на это на барашка бранина прикол прикол придумал никита 2017 передаю тебе привет два кубой оба портит еду на протяжении всего стрима а третий сидит и ждет когда не выбросит эту хуйту чтобы он съел осуждаем это полная то ошибся наверно за на то меня наверное не ту ссылку активировал это уже не режется кубиками начать а это что такое откуда носилось выкидаться просто я не знаю ребят нас мы хотим с кириллом все изначально была задумка несколько причем наверно в месяц назад создать кукин канал да 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 как вам это вообще идея в целом вы смотрите к плюс часто смотрит какие-то я хочу новкой этот создать канал типа ландау и просто соли ждали да потом первое не а в чем прикол я их отказался спасать и среди них жить значит они выжили я их рот ебалте по факту они на обманули нас это ужас просто я щас блять кто это делает от чего я не знает извращенцы реально мне кажется любить готовить это извращенцам блять пиздец полный серьезно а прикинь есть люди которые секс любят так я как прервали вот это порту так все уебаны вы барана зарезали потому что он черный кирюша был достоин более достойные смерти убены и и и и да сейчас но типа или чего вы думаете так соль 0 5 ложки а какой какой чайной скорее всего он подожди а давай ну я сейчас мясо пробовать ты будешь я сначала попробовать так давайте там положим думай вот так вот будем мешать так его не будет видно тогда он хочет еще погулять под конец воздухом подышать это что ты делаешь ну ты попросил ну так вот это вот мы с тобой потому что один бы как бы ты бы не вылез нет конечно поэтому знаешь как говорят человеку нужен человек как амар хаям сказал да да амар хаям ну ладно не обращать внимание или надо поиграться с ним сквозь и авокадо или с виталиком с его виталиком кому куда он стрелял вниз мы не стреля плевал вот смотрите вот мы стримим все мирно спокойно ай ай блядь меня за что нахуй попал блядь а меня за что он мне уебал в ногу сейчас он мне уебал в ногу сука а зачем это на руки не надо так тут и руки и ноги и тело ахах ахахаха хахаха хахахаха хахаха 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 хахах вау виталик виталик вот че я говорил а вот короче по ТЦ и сзади начинают кричать какие то челы типа эй девушка можно познакомиться я такой поворачиваюсь он такой о сори мы думали вы чем заживай каридан. Серьезно. Жестко, жестко. Да, жестко. Вот. Вот, я думал, то... Фу. Ну, давай, Дрыч. Мне кажется, это... Ха-ха, смотри, это колобок, блядь. Лук нарезать перьями или полукольцами. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-аа-а-а-а-а-а. Бошки дымятся, подружки скучают, да-а-а-а-а. Слушай, давай я, наверное, пойду помою руки. Они все боятся, что тепла не получают. Смотри, объясняю. Что такое птичка? Смотри, режешь, отрезаешь вот это с двух сторон. Потом вот так вот. И просто режешь еще раз. Кирилл, то, что ты готовишь своего однофамильца считается каннибализмом. Блин, бок упал. Это неправда. Ты уезжаешь? Я люблю себя. Ты во вторую семью свою уезжаешь? После Сержина. Ага. Да. Нет, ты дурак, не проходи, дурак. У Кости вторая семья появилась. Но мы не обсуждаем, мы типа в прогрессивном уже как бы живем. Кошки дымятся. Так, смотри. Стой, что ты делаешь? Сказал по центру? Пополам дели, да. Угу. Вот. Полукольцами. Шанг-чи. Стой! У меня уже плачет. А, вот так? Да. Пополам. Так. Ай, блин. Чуть не отрезал палец. Во! Видал, как я его нахуй? Смотри, теперь смотри, видишь, это кольцо называется. Да, да. Как сделать из этого холлы кольца? Пополам. Слушай, у меня вопрос. Да. Ну, кольцами это же ещё вот так. Надо сделать. наконец-то обсирать можно это просто блядь сидим стрим качественный контент делаем блядь focus right там купили ноутбук для стримов микрофон сидит болтая камера запись ты заметил что он вообще не стесняется то что он ну не с мариной типа это марина была она просто перекрасила волосы в черный да это марина решила не операторша она решила поменять образ полую они в доме будут меня да 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 это вот это пиздец смотрите полу года слушай ну как бы человек успешный да 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 почти все успешные люди изменяют всем женщинам мы с кириллом это но мы еще не достаточно успешно и смотрите вот полу кольцо нет нет все равно все успешные да не все есть исключение исправил да поэтому я думаю что лично мы с тобой как бы этим заниматься не будет подожди зачем шинковать если их полукругами резать это полукруги как все они нормально не так палец надо держать а как вот так это кто тебе сказал блять блять славный дружи обломов на а я смотрел супер суса который с бустером снимает там всякие ролики где они жрут подожди блять ну зачем я полукругами резал нахуй чтоб ты час это раздрочил блять а как надо нет ты нормально а нахуя я полукруги резал блять если ты делаешь потому что там так написано было это хуйня для долбоёвов блять что именно а зачем резать полукруги чтобы потом их уничтожить блять а нет смотри полукруги их легче потом будет порезать в квадрат это полная залупа почему ты говоришь можно было просто тогда лук поставить его хуярить ножом ну покажешь со второй луковицы тогда отдохни немножко я так устал для тебя зачем ты кричишь а потом мне приходят и гадости пишут блять что ты кирилла заебал а мне соня сказала кто у вас главной семье ты или соня вот именно да ты хоть раз в жизни что-то готовил ну бывало я тот наполеон делал по бабушкиному рецепту очень было сам прям соло или помогал кто-то нет а потом я угощал маминых подружек они все маме говорили вау тебя такой сынок а это когда не вот так вау очень вкусно кирюша я с тобой не общаюсь почему почему ты меня оскорбляешь ты сейчас разблокировал мне воспоминания из школьных годов я когда учился в восьмом классе или в седьмом как-то так случайно получилось там немножко понравилась мне девочка из девятого класса старше я что-то наш так типа подкалывать и он начал чисто как папа пацаны вот общаются с пацанами вот я также с ней начал общаться а она такая после школы подходит и поддай номер телефона так мы начали там переписываться по эсэмэском еще тогда не было я тоже переписывался поясом я не нарая в седьмом было в седьмом еще был вот переписывались и он как говорит а кафе тебя наполеоном угощу я такой ну со своим воспаленным детским мозгом фантазии у меня будет секс вот такие вот у меня были мысли я побежал в аптеку у меня были там с обедов остались деньги ну тогда еще визита не существовало но я попросил визит да 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 вот очень сильно стеснялся нашел аптеку которая находится за несколько метров от моего дома чтобы не дай бог меня никто там не запалил не увидел что я покупаю презервативы хотя наоборот это круто считается я прихожу я прям помню этот момент когда я покупал у меня вот так вот руки трясутся прямо на адреналин бахнул мне страшно игру можно мне я прямо двина заикаться начал вот не мог я это сказать почему ты арена назад хотя опять же ребят если будете будучи не будет не если а когда будете покупать в будущем презервативы а это настанет время визит покупайте вот об этом это майнкрафт это если а вот если будете покупать мне я верю вас все у вас получится главное перестать играть шучу конечно играйте вот кириллу сколько уже 23 года и он до сих пор играет майнкрафт и какой успешный человек второй дом покупает ай-ой или ты рассказывал ну ну вот короче еле кое-как я купил бегу к ней домой она жила кстати недалеко от моего дома поднимаясь к ней на этаж стучу биба уже вообще уже прям ими нарвались трусики не келевин кем поэтому ничего не получилось вот домофонов еще туда не было раньше были подъезды где надо кнопочки нажимать зажать приклада она мне написала код я поднимаюсь начинаю стучать дверь и там звонок позвонил и открывает беззубая бабушка не бабушка открывает я говорю я не помню какая зовут там настя не честно не помню какой зовут я к насти и бабушка такая настя к тебе 5 пацаны какие-то пришли какой-то новый к тебе пришел вот что-то такое или короче у меня прям голове это звучит может он другая фраза была поконкретнее но даже вот в то время когда был маленький у меня сложилось впечатление что она постоянно будет все пацанов и она такая да бабушка бабушка перестань я такой понятно секса у меня не будет я зашел в коридор и я начинаю задыхаться начинаю как будто перцовка распылили а там сигареты курили просто так у меня в панике вот так вот они по дике а прямо ночью было эта девочка дала мне наполеон этот я такой спасибо ну все типа пока челом по 27 лет и не умеют готовить вам должно быть стыдно за это задумайтесь успешные крутые ну типа блогеры там какой-то фильм или сериал хайповый где челы попали на необитаемый остров богатые и они типа ничего не умеют и один какой-то из них который как раз таки работал на них он там все помогает делать обучает и говорят хайповый надо посмотреть я не пойму это сериал или фильм остров чуть-то ладно у меня есть еще и вот-вот и извиняюсь я короче домой прихожу такой думаю ну ладно круто спасибо ей большое там написал такой думаю сейчас буду кушать этот вкусненький наполеончик я его из пакетика достаю а он настолько провонялся с сигаретами просто вот такое ощущение что бабушка вот эти а потом почему-то мы с этой девочкой перестали общаться я не помню я недавно видел ее с ребенком понятно нет общаться то мы давно перестали сегодня с тренером занимаюсь чем спортом это да да и я у него не решил спросить потому что у нас скоро мы будем выступать на концерте мазелова и я вспомнил что ты мне я тебя пожаловался что дыхалки типа них надо орать песня и ну надо поднять как-то именно дыхалку я ему говорю как поднять дыхалку и он говорит но для разных типов видов дыхалок типа разные нужны тренировок вот и он горит для плавания вот такое для это для плавания вот такое для бега вот такое вот и ну короче я ему говорю слушайте мне это все не подходит мне надо для сцены он не знал не он он не знал и он подумал что сцена выйти на сцену это типа завуалированно пошрекаться а блять он мне начал объяснять я думаю ёбаный он именно с намеком на на секс ну да типа ну вы выступить кринж блять и я я я уже не хочу ему объяснять типа да знаете ну там у мазелла в конце вот блять я сегодня так кринжа ну ну короче он теперь знает что на это ужасно как глазах теперь смотрели я я теперь не понимал он не поделился не рассказал типа вот я там с девочками там все дела а как у тебя в плане шрекса ты будешь второе очередь нет не хочу его не надо я так нарезался вот а вот покажи как славный дружи обломов учил чеснок резать это ты умеешь это там прямо охрененный и так славный дружи говорил берешь чеснок вот так подержь слава богу то что славный дружи обломов не учит заниматься сексом и на две части его и кольцами режешь еще на пополам вот еще на пополам очистить его надо было я не знаю славный дружи бы говорил дружи вот так вот хрустнул давай давай у него кровь пошла вчера то что мы его это да 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 ну короче как относишься к тому что у тебя честный дом будет да да как ты относишься к например ковролином из настоящих животных или головы настоящих животных например барана голова ну у меня есть уже заготовка конечно ну в плане того что у меня фамилия да подходящая я хочу когда люди заходят я хочу чтобы они видели что это ну как бы я скажу это мой прапрапрапрапрапрапрапрадед вот да но заготовки есть если че уже такие вот а к этому вот допустим у тебя было домашнее животное ну да и она умирает и люди берут из него делают чучело уже у нас не получится чучело на слишком парамели ну вот вообще в целом в теории хотел бы себе такое но не мне как хочу могу я снять я этот стендап придумал давай вот у людей бумага четырехслойная а сковородка 1 подожди там сказано раздавить и потом мелко нарезать да 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 раздавить как как ванда раздавила мозг а он умер потом так на масле что они на сливочке вот так надо а так вот зачем вот вот так раздавить видите масло чтобы плода блять ну ты ты не смотрел я вообще не смотрел кстати реально смотрел ивангая в универе не так я смотри в универе в универские годы я уже начал заниматься блоге я ивангая смотрел как феномен популярности не было нет ты мне по-другому рассказать ты говорил я прихожу за ебаный домой я просто выключаю мозг а у него видео веселые смешные типа ее сижу и расслабляюсь вот так ты говорил не я тебе серьезно говорит это фейк вообще изначально когда я и я из-за тебя и начал его чуть-чуть смотрели как с этими мыслями как только его начал смотреть он умер ну как медийная личность это ну видоса 3 я посмотрел и он с марьяной вот это сходил хуй пойми куда помнишь вот и потом ты знаю то что они расстались кто ну ивангая марьян тут такая марьяна рожкова подсос какой-то ну да да я просто не знаю я изменяюсь резкие слова я не знаю я она из японии ой блять твою мать сейчас там что-то ёбнет блять смотрим вторую партию почему вторую партию видимо сразу все нельзя кидать это он вчера так ребята смотрите это кирюша жарите мясо прикольно а сколько по времени короче пока не станет золотистой скорочкой золотистой корочкой смотри обжариваем золотистой корочкой потом надо мыть ее в сковородку написано помыть сковородку и обжарить лук на уже сливочном масле нормально вроде ЛПшка, в киношке хуй сосала, извинись, извинись. Это, кстати, она. Поёт. Да, да. Блядь, выпал этот. Это его ухо. Фу, ты чё? Ты чё делаешь? А ну гни. Я хайп. Смотри, показываю, как резать. Давай, только это, мало места. Смотри, дружа. Вот так. Да, 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 да. Вот так. Да, 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 да. Вот так. Гля, у тебя прям... Блядь, да ты спиздел. Чё? Блядь, Игорь. Чё? Да ты готовил, значит. Кого? Вот как я резал, это доказывает, что я не готовил. А ты спалился, блядь. Почему? Потому что ты тонко режешь, блядь. Меня мама научила. На хуй, блядь. А тебя мама чему научила? Материться? Да. А Игорь Эникса сексу? Его, блядь. Ну, зачем ты это что-то сказал? Я сейчас заплачу. Не плачь, друг. Тебе жалко его? Да. Лайфхаки от славного дружа Кирилла. Вот. Короче, чтобы лук не щипал глаза, его под горячую воду сначала. Я видел гифку, давай, это тёрка из пармезана. Да, да, да. Ну, нормальная наша была. Блядь. Ёб твою, блядь. А это че щас было? Че, че? Ты чуть не уронил камеру. Это ужасно выглядит. Ты пробовал сперму жарить? Нет, а ты. Такая же тема. Мне вдруг Костя... Мне рассказывал, друг. А прикинь, мы приготовим вкуснее сейчас, чем Соня готовит? Так она никогда барашку не готовила. А, потому что барана может приготовить только мужчина, я слышал. Ну, я не согласен с этим, это, мне кажется, фейк. Но слышал такое. Это тикток, типа. Как там было? Сделай хайп. Шлюхи на трассе! Я просто, это, вторая волна тиктока. Да, блядь. Сейчас уже какая? Четвёртая? Реальная? Да. А какие волны есть? Ну я с мюзикли ещё в тиктоке. А? Я с мюзикли в тиктоке. Ааа, а что это? Когда тикток назывался мюзикли. А где ёрши, который я тебе подарил на Новый Год? Я им зубы чистил. Это такая месива, блядь. Мне очень жалко Соне, что ей придётся мыть эту сковородку. А не, она нас заставит. Чур нет! Ой, блядь. А меня не видно, я первый делал. Нет, я первый был. Потому что он горит. Ааааа! Ёбаный рот! Блядь! Блядь. Чуть не ёгнуло сейчас н... Как это женщины делают? А у них ногти для этого длинные. Дааа... Я тебя понял, что я кидаю на щеку Да, да, да Так же было сегодня Как узнать 200 грамм сколько? Блядь, ёптва А как узнать сколько? Сегодня было, было, было Было, было, было Кирилл, аккуратно, блядь просто мешать это все перемешивай прям тщательно прям хорошо мешай не 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 на огне это примесячник также не покажи ладно покажи ты такой молодец Кирилл это самая вкусная рагу будет из говядины нет 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 вот туда вылить надо нахуя блять аккуратно не на огонь же мешай 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 хорошенько перемешать хорошенько перемешать лавровый член лавровый лист это перец еще еще быстрей быстрей а стой один или сколько просто кинуть? я не знаю смотри 60 минут а че мы блять делаем блять сука горячая нахуй горячая пизде ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа И с алкоголем тоже сомнел. Да, 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 да. Поэтому алкаши живут. Алкоголь можно же из лужи пить, типа, вообще. Да? Вот. Он уже такой побулькивает. Смотри, написано минимум 20, но если мясо хуёвое, старое, тогда до 60 минут. Ну, оно... Я думаю, у нас очень молодое. Очень молодое, реально. А, да? Сука, тапки за 40 гривен, блядь! Да. Вот, а теперь смотри, Кирилл, на самом деле это всё был сюрприз. Я не хотел сам это делать, я хотел, чтобы ты приложил лепту в это. Иди переодевайся и Соне скажи, чтобы вы наделись именно красиво, подготовились. Почему? 20 минут вам хватит там, искупаться там. Ну, чтобы что? Ну, это ваше свидание будет. А-а-а, правда? Да. И это ты готовил. Да. Да. Правда? Да. Ты уверен, что 20 минут? Обычно Соня это готовит по часу. Там написано, что если молодое, от 20 минут. Если старое, то часу. А-а-а. Я не знаю. Ну, вообще за 20 минут как раз-таки... Я заебался уже, нахуй. 60 минут? Ну, там тушить 60 минут. Не-не, там написано от 20. А дальше? Если старое мясо, то 60 минут. Ну, 40, если нужно, а потом кладем. Ну, давай тогда побором пока сейчас бахнем картошечку. Да я ебал эту хуйню. И будем рассказывать наши истории, когда мы в армии с тобой служили. У тебя много чего рассказать есть? Или ты уже все рассказал? Все вообще выдал. Да. Фу. Да, я же говорю, сдох кто-то. Это в мойке воняет. Это в мойке сдохло. Не открывай ее, пожалуйста. Нам сказано. Посуда в мойке. А, посуда. Да, не открывай ее. Не, а надо, блядь! Фу. А что вы смотрите? Давайте загружайте и мыть надо. Кого? Она воняет. Посудомоечная машина. Как ее мыть? Берете лавку и мушку. Что, блядь? Я ее и пальцами тронул. Да, фу. Свидание. В смысле свидание? В прямом свидание. Ты вот то платье с вырезом наденешь, где сиськи видно. Кирилл оденет костюм красивый. Да. Прям это, мужик такой. Костя... Костя кто-то, да. В смысле, а Костя на нашем свидании тут при чем? А он будет официантом. Да, блядь, чем воняет? Ёбаный рот, блядь! Кук, ну это сейчас надо делать? Ну, вообще-то кастрюлю-то надо достать. А где она? В смысле? Как это открыть? Вообще-то, вороняем. Блядь! А что там? Там, короче, вот это было закрыто неделю. А, да, блядь, снижай! Да, нет, нормальная она. Она нормальная. Ребята, не выливай, блядь! В смысле, выливать это же можно есть еще? Ну, съешь когда-то! Охуенно! Охуенно! Фу, блядь! Давай, выливай в туалет! Не, это реально охуительно! Фу, блядь! Не, 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 а есть ложка? Ладно, давайте расскажу вам историю, армейскую историю, пока мы не начали резать картошку. А, я могу уже ее начать чистить? А есть у вас чистилки? Да, есть, это... Хорошо, нужно помыть. Нахуенно, картошку мышь, чтобы потом опять ее помыть? Так она грязная. И что? Потом помышь, когда почистишь, гений! Это выливается? Кортик маленький. Что такое кортик, блядь? Ножичек маленький! Кортик! Вот он лежит, блядь! Почему я знаю, где они находятся? Вот, держи! Вот у меня вопрос, почему ты знаешь, где они находятся? Вот, возьми для долбоеба вот эту хуйню! Так! И вот хуярь картошку! И рассказываем армейские истории! Вот, это все выдумки, это не по-настоящему было! Вот, короче, должен был приехать к нам какой-то генерал, прям жесткий, и ночью прошел дождь! Это когда мы с тобой служили? Да, это когда мы с Кирилл... Юнвер стал спалкой! А ты тогда в этом был... А, я неудачно гранату кинул, и меня этот... на недельку я отдыхать, короче, поехал! Да, забыл, прикинь, как он называется... Лазарет, вот, Кирилл Лазарет я тогда был! Ну, опять же, я тебе рассказал эту историю, просто повторно ее послушаешь, если после контузии ты не забыл ее! Да! Вот, должен был приезжать генерал, прошел дождь, ну и в армии очень часто бывают такие классные приказы, интересные очень! Опять же, это не существующая история, такого не было, это мы с Кириллом придумали, придумали все! Да, да! Вот, и нам говорят, типа, идем, сейчас нужно наводить порядок на улице, потому что приезжает генерал! Вот, мы выходим, такие думаем, ну, наверное, там что-то поднести надо, хрен не знает! Мы еще тогда не видели, что дождь шел, мы из казармы только вышли! Мы одеваемся, выходим и видим то, что все в воде, все затопило! Вот где плац был, понял? Правда, лужи! Все затопило, реально, огромные лужи! Мы такие, а что здесь убирать, какая бы лужи! Идем, идем с нами в этот, в подсобное помещение, хрен знает куда мы идем, шагаем, прям маршируем по этим... Подожди, Игорь, а зачем ты и шкурки, и картошки в одно кладешь в место? Это ты положил картошку, я пока одну чищу! А куда класть картошки-то на чищу? Сюда же, мы потом помоем! А, ну, ну! Вот, шагаем мы по этим лужам, весело, мы уже все мокрые, ха-ха, хи-хи, и доходим до вот этого подсобного помещения! Так! И заходит там самый главный, кто за нас был ответственный, не помню, кто он по званию был! Ну, не помню, мне не рассказали просто, это вообще история фейк! Ну, да, да, да! Вот, и берет, он начинает передавать нам веники! Так! Ну, ладно, веники, хорошо сказали, что убирать мы должны, да? Веники закончились, и нам начали передавать лопатки, такие саперные маленькие! Ну, мы вот это все взяли, думаем, ну, наверное, какую-то там территорию пойдем убирать, хрен его знает, может где-то там что-то надо подместим! И возвращаемся обратно! Так! Вот, обратно возвращаемся, и он говорит, вот у вас там 30 минут или там час, я не помню, вы должны убрать эту лужу! Так! Убрать лужу! Да? Так! Ну, и просто стояли, подметали, лопатками ее, так вот тоже зачерпывали, где трава растет, в этот палисадник выливали ее, лопатки ровные, это не такие, как совковые, это просто вот так вот! Да, да, да! Ну, и вот так вот мы за час ничего практически не сделали, ничего не получилось, он пришел, говорит, типа, все, типа, чел передумал, приезжать его сегодня не будет! Вот такая вот веселая история, фейковая, не настоящая! Прикольно! Теперь ты, Кирилл, рассказывай свое! Короче, мне сказали, чтобы тебя, типа, воспитать нормального, но я такой был, знаешь, Салопарь! Ну, не, ну, замкнутый такой был чуть-чуть, вот, и мне сказали, чтобы из тебя воспитать, типа, настоящего, он говорит, в армии, да? Ну, ты... Музыка закончилась! О, сейчас! Сказали, вот, в армии ты должен же, ну, типа, убивать будешь, поэтому, говорят, возьми и убей кролика! Достают, короче, кролика мне, и говорят, типа, убей кролика, вот! Ну, мне говорят, возьмешь ему, свернешь шею! Что? Ну, я бахаюсь, историю! Мы сейчас... В смысле? Мы лагаем, смотри! Интересно, так же передается? А, все, блин! Вот, да, и что, сказали кролику свернуть шею! Да, говорят, сворачивай кролику шею! Подожди, это в те же годы, когда ты картенка за 50 рублей кидал в стену? Нет, это потом я уже стал... Да, 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 святая! Вот, слушай, в контукте не работает, да похуй на эту музыку! Давай, включу на телефоне! Вот, и, ну, я начинаю, блядь, ну, думать, типа, о чем мне делать, да? Вот, ну, я, короче, забоялся и убежал! Вот, сижу, плачу, вот, подходит мой друг, а он такой, такой, пухленький был, дружок, вот, он подходит? Да, для чего? Слишком громко, близко! Быстрее кружилась мама-баля! Ну, сделай потише, сука, я историю рассказываю, ну, хотя бы уважение, нахуй, хоть какое-то! В смысле? Это атмосфера, знаешь, что? Да, блядь! Ты чу? Я не буду рад! Ребят, нормально слышно, Кирилла? Пиздец, где? Ну, вот, знали кролику свернуть шею, а? Да, я заплакал, убежал, свяжу в лесу, прячусь, ну, плачу. А как ты в лесу оказался? Так это в лесу все было, учения проводились. Поездные? Да! Это в каком году было? В 40 типа где-то третьем. Вот. И, короче... По 743? Ну, да, да. А что это, не само собой разумеется? А я сначала не понял, я вопросов поездные. Начу подходит мой друг, да, и со мной начинает разговаривать, говорит, что ты там вообще, нормально? Вот, а я уже собрался силами, я говорю, я докажу, что я не кролик. А мне говорили типа, ха-ха, кролик, типа, ну, боишься. Подожди, это тебя взрослые заставляли сделать? Ну, да, они постарше были. А, дети постарше. Да, они были постарше меня. Вот. И я, короче, ну, такой думаю, ну, сейчас я всем покажу. Начинаю бежать туда опять обратно, вот. И вижу, там учатся гранаты кидать. Я хватаю гранату прямо у учителя из руки, дергаю эту чеку, бросаю, она летит, летит, нахуй, и об дерево хуяк, и рикошетом прям ко мне, прикинь. У меня с тех пор шрамы на лице, ноги там чуть-чуть перекрутило мне. Вот, и все. Такая вот история. Ну, я потом вот оказался в лазарете, и это вот уже дальше твои истории пошли. А, и теперь я должен рассказать? Да. Ладно. Так, ну, че тебе рассказать? Могу рассказать про жесткий забив толпа на толпу. В университете? Нет, это в армии было. А. Нет? Ну, мне такое неинтересно. Ладно, давай расскажу. Там был Костя? Костя? Смерч? Да. Нет, он тогда заболел очень сильно. У него батья была. Он не пришел, короче. Месяц, прикинь, не было его. Месяц. Вот, короче, следующая история, да? История жизни, обрывки памяти. А, оригинал Ба, зима, е-е-е-е. Слышал у Гуфа бабушка умерла? Моя бабушка курит трубку. И читает газету жизнь. Ну-ну-ну. Вот, короче, история. История, так, про армию. Я просто не подготовился, я пытаюсь вспоминать. Вот, короче. Ну, ладно. Ну, я тогда расскажу. Поймали, мы, короче, одного чувака. Ну, он там хуярит. А, из ЧВК Ридана то, что ли? Ну, да-да-да. Нет, когда мы служили, тогда еще не было ЧВК Ридана. Поймали чувака. А, нет, даже несколько. Блэ, ЧУВК или ЧВК? ЧУВК, бля. А, ты почелла. Вот. ЧВК не существует. Они у нас запрещены, вообще-то, типа, по закону России. Их нет. ЧВК Ридан? Ну, да, типа, это нельзя. Ну, это неофициально. А, ну, вот. Вот. Ну, и, короче, этот... Мы их, ну, поставили, как бы... На счетчик. Ну, да. Вот. И я говорю, сейчас вам, ну, придет, типа... Ну, у нас там еще в те годы еще дедовщина была, да? Вот. Я говорю, сейчас вам будет это. И, короче, из туннеля, да, такой темный туннель, и оттуда звуки такие, да... Ну, как деревяшка об стену, так... Чш-чш-чш. И все ближе, ближе. Представляешь? Ну, и они уже обосрали. Все идеально представляю. Как будто я там был или видел это. Вот. Выходит, но у него кличка была, нельзя называть ее. Ага, да-да. Ну, он уходит, и все, он нам нахуярил, короче, по голове дубиной гигантской. Кого? Тебе, типа? Не-не, и чувака Риданом. Ты сказал, их не было. Да-да. Так, я должен сказать, что было дальше? Да-да. Так, давай еще раз. Тезис на вкратце. Поймали чуханов. Осуждаю. Поймали чувачков. Чуваков. Чуваков, да-да-да. Чуваков. И возле туннеля, короче, поставили их. На счетчик. Они ждут, да, на счетчик их поставили. Вот. И потом выходит кто-то из туннеля. Под звуки, как об стену, деревяшка бьется. И музыка такая еще охуенная, когда играла. Что было дальше? Смотри, ну, например, допустим, чел, который похож на Брэда Питта. Да. Ну, да-да. Вот. Из фильма Ярость. Да, из фильма Ярость. Да-да. Он такой с усами, у него там шрам на шее. Ага. Вот. Он в конце фильма умирает. Вот, да. Подожди, по-моему, нет. А это ж моя история. А, ладно. Я ее интерпретирую. Да-да-да. И умирает вся вот эта компания под одному признаку. Вот. Они все умирают. Из-за пожара? Задымление. Ну, ага. Задымление. Да-да-да. Вот. Но потом добрый другой дядя, усатый, он спасает мир. И теперь этих людей их уважают, любят и все хорошо. А-а-а. Не, ну это да, да. Это так и было. Это так и было, да. Добрый. Там другой был дядя, он добрый был. Вот, ладно, давай я теперь расскажу тебе историю. Вот, короче, история. У нас разрешалось курить только в определенном отведенном месте. Курилке. Ага. И до нее надо было далеко ходить, там не всегда выпускали, не всегда можно было, так сказать, пописать, ну такое. Вот. А если хочешь писать? А если хочешь писать, ну если прям супер хочется, можно заплакать, тогда тебя отпускают. Тогда отпускают пописать. Ну, а ты идешь там покурить, например. Вот. И давай еще по одной. Или хватит? Да хватит, блядь. Вот, и пошли, пошли, короче, это, курить. А, нет, вот, нас не отпустили курить, и мы копали какую-то херню, эти ямки. Могилы. Ну, братские. Нет, мы копали эти, траншеи, в которых нужно прятаться. Вот. Как это называется? Окоп, вот, мы окопы копали. Да, да, да. Вот, я перепутал. Братский окоп. И чел втихаря, ну, это именно скилл, который появляется только во время армейской службы. Когда ты можешь курить без палина, и дым куда-то, ну, неизвестно, куда он попадает. Ничего себе. Да, типа, дым ты не выдыхаешь вообще. И он сидел, сидел... Вот, я вот так сейчас делал. Беспалинно. Беспалинно сидел, там подкапывал, там что-то курил. И чел начинает, подполковник, или капитан, я тоже не помню. Начинает он идти, и там, типа, шухер, шухер, типа, все, выбрасывай. Берет, такой, он выбрасывает, ну, типа, там через себя куда-то кинул. И чел, капитан, подходит и увидел. Видимо, увидел еще издалека то, что кидал. Он бэчек сам не нашел, когда-то его кинул там назад в песок. И он говорит, типа, курите, да? А курил только один. А нас там было... Алло, час прошел? Нет, 20 минут. Ну, 20 минут. Давай еще на 20 минут. Может перемешать? И нас там было четверо в отдельном именно месте. И он, типа, вылазите, строитесь. Мы построились. Он говорит, типа, ну, типа, что, у меня за дурака держите? Я запретил курить. Было бы время отведенное, чтобы можно было отойти, там, передохнуть. Сейчас, типа, это было запрещено. Типа, давайте, доставайте лопатки из песка. Мы там стояли, этот окоп копали. Там его немного надо было копать. Там просто, чтобы ты мог, ну, как, сидя, вот так вот сесть, и чтобы я там чуть-чуть голову, немножко. Берет, типа, маршируем за мной, уходим в лес от этого песка. И он говорит, типа, вот, отмечайте здесь до, ну, сколько его, метр на два, наверное, да, вот примерно вот так. Отмечайте и копайте на два метра глубиной. Так. И вот, ну, типа, по очереди четыре чела копали вот эту глубину яму. И потом он говорит, типа, а теперь пошли искать бетчик и хоронить его. Закатывать. Все, положили бетчик, взяли, закопали, ушли. Ну, и мне надо угадать, что было дальше. И что было дальше? Он пророс, и выросло сигаретное дерево, и туда все ходили, сорвали, и курили сигареты. Это тебе подарок, твоя шутка. Спасибо, спасибо большое. Теория была пременая. Спасибо. Я ее придумал засек. Молодец, ты умней, чем Щербаков. Да. Все, так, что теперь делать с этим? Помыть? Окрошку вылей, на! Пух, что с окрошкой это делать? Ну, у воздуха? Спрашивают слохов. Ну, поинтересуемся у воздуха, а типа, будет ли когда-то еще одна серия на канале Автозак? Скажите, что у вас в Маше да. Скажите, что он в Маше да. Да. Летом, в том числе, вот с тем, на кого вазерный идет. На кого? Вот вместе с ним еще будет. И вот вместе с ним тоже. Можно разок играть? НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕК Ну, пожалуйста. Да мне больно! Ну, не надо! По Кириллу можно. Угу, угу. Пожалуйста. Перелей эту ебаную окружку, я ее пойду, что то ли я бы... Нет, ее нельзя какая-то... Да блядь, убери эту хуйню нах... я пошутил ребята я пошутил кости это самый крутой вообще человек его это все любят и уважают и мы с кириллом тоже сейчас под атмосферу особенно после последних проблем в твоей жизни мне кажется лучше подойдет эта песня который мы споем сейчас вместе что ты братишка прийти обида залита в груди не может не хавать и пить сука не хочется жить дарил есть только добра только бабла ты думал лишь ты я на кой наладил дела сколько потерянных дней конечно может быть всякой но только не с ней сколько потерянных лет обида прожигает грудь до боли сильнее ничего еще висит сок я это сам не по рассказам знаю что скоро твой любимый мотылек твои глаза станет обычной тварью я затолкаю тебя в тачку закрепляя я отвезу тебя к пацанам там не маргенштерн и лейлан братишка я тебе сдохнуть не дам как много в мире девушек красивых искренних лет я устал ся знаешь жизни есть только мать а куда будет любить тебя смелым и славным почему лоб пробит на фотографии ладно хочу короче расскажу тебе историю тоже из армии поехали мы с кентами ну там с военными поехали мы через каньон я не уверен что это каньон называется типа скалы там вот такое вот и мы ехали по полу кустынным таким местам едем едем такие на джипиках я не знаю как называются тоже у бронированной машины я еду что-то развлекаясь с кентами с военными сидим что-то шампанское пьем и бах впереди машина разрывается разрывает просто и в разные части я выскакиваю мне дают м я начинаю отстреливаться потом хуяк прилетает бомба 1 ну ракета откидывает нормально тебя это когда тебя в заложники взяли да да а сколько ты тогда в заложниках просидел три месяца или полгода не помню жесть но надо будет а подписчикам расскажи потому что и там я познакомился с челом там помню сейчас как его зовут уже в заложниках он уже был типа в заложниках но он в костюмчике такой хорошего хорошего был одет вот и мне говорят ты должен сделать ракету я такой блять вы чё типа ебанутый а вот я забыл еще рассказать шарапнель попала в сердце и мне пришлось магнит вшить прикинь магнит это я аккумулял он помог да вот этот чел он тебе жизнь спас считай да он мне спас жизнь да вот и говорят ракету нужно построить я приведите нахуй я не буду строить ракету это просто вот я начинаю делать костюм себе вот костюм чтобы выбраться из этого и пещеры вот мы там несколько месяцев и башен этот костюм хуярим делаем ну и уже типа начинают догадываться на челы горяте хуйня какая-то вы какую-то хуйню делаете полную ракета завтра вот так вот я такой хорошо все будет ссоре не убивайте они хотели этого чела убить и мы быстренько все там собираем там до конца калибровку не получилось протянув в попыхах все можно было еще лучше сделать по итогу чтобы он там нормально летал там по итогу мы сделали так только чтобы один выбран был адреналина раз высокое напряжение ссылочка в описании и по итогу вот мы берем одеваем меня начинают побыстрее все челы начинают кричать стучать нас не видно было на камеру нашли гортую зону меня он одевает помогает он где типа братан я задержу я задержу тебя и я такой ты чё типа он мне рассказал что у него семья что она не должен что будет заебить хорошо он собой пожертвовал и он побежал короче такой страна это с автоматом ааааа бежит такой типа все разбегаются он добегает но я уже там не видел я не видел что было я в костюме был в этот момент одевала вот я начинаю его он включился понял и челы уже ко мне подошли их похоростки дал в разные стороны и было огнеметы были там потом были ты чё я тебе рассказывал подписчикам рассказывали не спойдули я такой начинаю идти чел стоит на его хочу уебать уебал и в скалу у меня застряла это рука металлическая я его выберу пытаюсь и челик долбоёбик бежит стреляет меня у меня шлем охуенный пуля отскочила я такой ты чё ебанутый в огнеметом начинаю выхожу меня стреляют пушки там челах ну где-то миллион было примерно даже два они так вот стреляют меня это вот тут 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 понимаю пизда они типа дело пахнет и сюнами начинаю палить по оружием по бомбам которые там стоят ракеты и понимаешь сейчас горю жарко становится и думал он водонепроницаемый я беру так вот нажимаю на кнопку взмываю последний закиси азота трачу взмываю и такой думаю ебать сейчас наверное на стратосферу улечу ну у меня заканчивается топливо не рассчитали и я падаю просто в этой пустыне вот так вот нахер в леса ну выжил выжил вот и потом друзья прилетели на вертолётах спасли меня а ничего себе да слушай ну у меня ну у меня есть поменее интересная история ну короче в другом городе когда я жил это когда в Лос-Анджелесе было или где? не не помню я где это по-моему в Чикаго типа мне поручили девочку доставить через всю страну что у меня там какая-то болезнь была или что такое но это я еще на тот момент не знал а ты тогда еще бородатый был высокий такой лет пятьдесят не ну ты знаешь тогда эту историю не 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 это я просто спросил это я просто спросил и что было дальше да 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 и что-то было дальше ну вот девочки все-таки ты узнал ей оказалось восемнадцать и вызовались жарким сексом да 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 так и было так и было тебе приз спасибо большое спасибо мне очень приятно ананасы от мистера вопроса приходит моя сестра убивает моего отца меня прогоняет прикинь из города не делай меня прогоняет из города и вот и меня короче ловят и говорят сейчас будешь сражаться у меня волосы такие ну длинные белые были меня побрили нахуй зачем а вот и ну а я хожу но спускаюсь там это вниз в трюм и там в клетке сидит вот просто из из корабля из дерева лицо такое торчит он вот так вот вылезает прикинь этот его звали билл прихлоп а этот билл мюррей да вот ну и короче его убивают вот в кинотеатре в кинотеатре его убили подумали что он зомби и он ложится а он оказывается был загримерован типа под зомби да 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 а ну все подумали что он зомби настоящий ну и короче убили билла мюрре прикинь при в реальной жизни нечем делать типа случайно ну да ну ладно 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 вот 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 положите масло в холодильник ты положи в масло все таки ты положила масло загадала желание чтоб в этот вечер он пришел на свидание в этот вечер он провел с тобой блять мы такие охуенные мы реально охуенные а что мы не умеем делать да да мы не умеем отвечать на донаты потому что они залагали а самая последняя история съешь вот от которой мне вот стыдно до сих пор и страшно ой игорь а где это давай мне не в м вот ты меня научишь как делать давай на день игорь сказал что у меня сухое ебало вот а он любит опускать мокрого и поэтому смотри короче берешь ложишься так вот так вот ну тебя придержали можно до ну да ну вот так вот ложишься телефон а это снимать обязательно а вот так вот берешь телефон а как это чтобы хватало места ну так вот очки еще нужны но короче по очки потом вот берешь не мм вот так вот и вот так вот я зацени значит и я вспомнил историю я устраивался на работу и ко мне чего так подходит и вот так вот мне дает и горит продай мне эту ручку вот я говорю типа извините я вам хочу дать там 100 тысяч долларов можете мне написать свой номер забыл упомянуть самое главное я был тот человек который сказал теперь прости это давно уже было то есть а помнишь это вот это ты официант или кто блять надеться нормально типа на свидание это пиздец с бабушкой оденься нормально не для взлет до нас и летят как из пулемета а помните ту историю когда вы с кириллом самолете познакомились и игре еще мыло варил было 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 дело было дело но там не так не то не та история мы с кириллом не самолете познакомились это я так с игоря у познакомился самолете или вот это все поня это пиздец блять дедушка блять убери этот свитер оденься так чтобы девушка когда тебя увидела чтоб у нее мокро стало по под этими под ногами так это круто да нет это классика это не классика смысле у меня прадеда хранили в таком же двадцать семь момент еще не балансе обуя кирилл пиджак хороший поменяет только водолазку это не подходит у меня нету я потерял рубашек ты еще под свои сандали носки на теньку хвостник когда жарить петю вам не стыдно вообще блять петя живое существо вы такую хуйню пишите пиздец блять вот это прикольно только знаешь что у тебя нету маркера я тебе нарисую бабочка или бабочка может есть и верну тебя крина какая-то была ну короче ребята я пошел готовиться к свиданию для храбрости ну тогда затащим я сейчас костик сделает хорошо и все запомните его таким да давай это некрасивым старыми смысл это отсылку вон ну что расскажи как тебе костя в постели у нас марина у них ничего не было вот ну чё расскажи историю как в армии это было да не слышно смотри когда ты ведешь стрим ты должна включать человека который вещает на сцене большая сцена маленькие люди и ты вот таким вот бархатным голосом я не буду в этом участвовать а за банку ананаса а вот это скажи сколько тебя платят кирилл за то что ты оператором работаешь сколько раз ты камеру держала много ноутбуки я понял ананасы будешь открою буду да давай ладно покажи как это женщины делают блять они не круглые пизда какая хуйня это кусочками ананаса порезанные можно показать? они не круглые да видно их так смотри я хочу тебе песню спеть я слушаю это твоя любимая песня мне написали в чате только не девочка Венздей с последней парты напишу тебе песню но не для топ-чарта девочка Венздей грустный эмоджи ты мне нравишься тем что ни на кого не похожа скажите как вы познакомились с константином Грейтаном и кто бы ему приходитесь как-то раз снимали клип для не моргенштерна слышал такое слышал слышал да ну мы снимали вы снимали или снимались снималась не я константин а не вы снимались да как раз таки я вас видео увидел да для не моргенштерна там видео чайчо покажешь да и так все знают и так все знают для чуть не думаешь не видели ты думаешь откуда смысле все это я это скрывалась скрыть пожалуйста когда игорь иник сказал вам раздвиньте попочку что вы почувствовали в этот момент унижение ему попочку картошка а апельсин на м а на свои йод на йогурт йогурт нет 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 но слышал на идиюль и башня ребят простите пожалуйста извините за это я я разберусь потом поговорить такой хуйни больше не повторится честно только заткни заткни только заткнили запрещать вам что-то почему будто он ты видел чего у него в руках как ему что-то запретить ножик аааа ладно давай так аааа сколько у константина грейтана сантиметров а где ложки где ложки а вот еще раз еще раз я задаю вопрос сколько у константина грейтана сантиметров знаете ли вы эту информацию 3 метра да 3 сантиметра говорит момент хорошо хорошо спасибо ааа блиц блиц ааа вы летите на самолете фу самолет начинает падать ум Нихуя себе Каша, это ты? Почему он там порезанный? Это порезал оператор. А, да. У него будет секс. Будет? Будет. Не, ну... Ну, давай на суефа. Возможно, прям час. Су-е-фа, су-е-фа, су-е-фа. Бля, ты выиграла, ну забирай. У меня есть купон. На Куни Лингос. Пока, ребята. Этот... Ну все, Игорь. Я готов к свиданию. Да, только заберите. Садись. Садись, ну. Садись, наклоняйся. Так это Костя, у него же ангина. Чат плюс аннити, если он реально похож на Тоби Макуайера, кстати. Ну, можешь так вот сделать? Сделай, когда его, видишь, в Тиктоке, когда его по рации снимает? Он у него такой взгляд, понимаешь? Он чуть-чуть его типа. Вот. Ту-та-ту-ту-ту то-ту-тада. Где мне этот толчонка? Соня, что там надо? Молоко, масло, что? Я, к сожалению, не могу голову засунуть, к сожалению, в эту рубашку. Попробуй. Нет, не могу. Ну тогда надо искать. Или у Сони вот сейчас пойдешь, спросишь. Ты можешь расстегивать? Нет, нет. А кто может сюда засунуть что-то? Ну ты не. Мне все прятаться? Да, и Соня девайся. Все, я прячусь, позовете, да? Ребята, не завидуйте, реально. Харкни в картошку, хорошо. Гости, гости, заходите. Заходите. Присаживайтесь. Что-то сразу закажете или будете ждать даму вашу? Я подожду даму, не культурно, без дамы. Пошел. Здравствуйте. Ваше место. А руку целовать. А руку целовать. Ой, здрасте. А вы что, отличник? Да, нет, я... Я опасный. Плацик. Да? Сразу что-то закажете или посидите? Ой, я хочу его. Кого? Не понимаю, о чем так. Могут водички, напитки. Да, водички, напитки, пожалуйста. Обычные водички? Обычные как водички. Ваша дама может что-то хочет? Да, водички, напитки, напитки, напитки. Поговорите о том, что я здесь. Какую ты слушаешь? Музыку? Вот, мерчатки от Гуччи. Как тебе? Кстати, под стол. Под стол подходит. Вы знаете? А у тебя шорты откуда? Из Найка. Ты вообще, ну... Какой с культуре принадлежишь? Кридановцам. Прошу прощения. А я тоже из-за Ридановц. Прошу прощения. Нифига, ты круто. Костя, вот вода. А я хочу футболку померить тоже теперь. Футболка. Ну я потом, да. Ладно, прошу. А у тебя костюм девочки Венздэй? Да, и колье от Лу Витландс. Вы что-то, может быть, еще хотите? Да, можно заказать, пожалуйста, рагу из баранины с картошкой толченой. Да, ну что будет? То же самое, что и мужчина Морис. Хорошо. Прошу прощения, громкая музыка. А что ты так волнуешься? У меня просто еще ни разу, если честно, не было опыта. С девушкой? С живым существом. Ну мне мама говорит, что нужно хороших мальчиков выбирать. Это она, кстати, мне наряд подбирала. Как тебе? Спасибо. Как тебе наряд мой? Красивый. Да. А вы с мамой, ну типа сначала ругались-ругались, а потом, ну типа помирились, потому что оказалось, что твой папа не убийца. Но у меня нету папы. Ваша рагу из баранины. Спасибо. Спасибо, очень красивая. Ровно 100 грамм. Очень красивая. 100 грамм мяса и 200 грамм... 200 грамм пюрешечки. Да, спасибо большое. Красиво, очень красиво. Может быть хотите что-то, это, разогревающего напитка какого-то, а то у вас как-то стеснение скрывает. А это вы мне водку дали? Нет, это вода обычная с водки. Да, можно разогревающие напитки, пожалуйста. Хорошо. У нас, к сожалению, закончились приборы в столовой, придется есть вот эти. Я не смог найти, где вилки находятся в этом помещении. А так мы руками есть, я специальные перчатки взяла для этого. Мне еще поискать, может быть? Да. Подождите. Посудомойки поищите. Мистер, мистер, мистер официанта. А вы вот посмотрите во втором ящике, там есть деревянные ложки. Я посмотрю. Дырявую ложку вам, молодой человек, предлагать не буду, потому что ваша жизнь может испортиться после этого. Поэтому держите дома. Дырявую ложку. Вилки можете ножом вот эти пропилить, чтобы... Ну ладно. Я думаю, так хорошо, мне устраивает все. Мне устраивает. Это ты готовил? Кто? Ты. Это я готовил? Да, это я готовил. Родная. Смотри, родная. Мы еще с тобой не женаты. Капец, меня мама вот накрасила. Вот, оцени мейкап. А ты сама не умеешь, что ли, краситься? Мясо, резина, да. А можете вы снять перчаточку мою? Это лучший алкогольный напиток. Это не алкогольный напиток, это детское шампанское. Российское. Да. Смотрите, это краба нашла. Может быть, вы хотите проявить мужские качества и при девушке открыть эту бутылочку шато-монто? Так в меня не надо стрелять, пожалуйста? Он не крутится даже. Нет, у вас хорошо. Стопор может быть? Ну, погоди, я видел серию, молодой человек, где волк вот так вот потряс бутылкой. С Уолл-стрит. Да, потряс бутылкой и выстрелил. Что-то это хуйня какая-то. Давайте, ладно, я понял. Так как у вас много денег, вы можете заставить официанта-холопа, чтобы он... Ты можешь, типа, да? Вот приоткроем, а я до конца. Да, да. Вы там займитесь, пожалуйста. Расскажи, а кто у тебя такую крутую бутылочку делал? Стилист мой. У меня не получается открыть, открывайте вы. Тоже мой, пиздец. Тоже мой. Еще чуть-чуть. А? У-у-у! Да, бля! Да, кирилл! Да, кирилл! Ебаные кушки! Бля! Держите, дамой, держите, бывает. Я типа намек, что сегодня... Вот ничего сегодня не будет. Вы мне плася испортили от... Шидун-я мне манни. но я я тебе новое куплю у меня есть деньги много денег приступим к трапезе приятного аппетита если вам понадобится помощь я всегда буду а у него деньги он есть как ты провела день круто а ты нормально я сегодня зарабатывал на деньги на бирже могу рассказать как я устроился на эту работу а на какую биржу волл-стрит труда нам помогла да нет да нет не помогал мама не помогала все сам давай выпьем с тобой за любовь чтобы мама тебя любила вечно это не алкоголь и типа я крутой это не алкоголь я устраивался на работу я прихожу устраиваться мне леонардо короче говорит мне мужик типа продай мне эту ручку а я ему сказал типа я вам хочу дать 5 тысяч долларов можете мне написать свой номер сбербанк онлайн чтоб я вам перевод по избор по и сделал он говорит а мне нет ручки что ну и я ему продал ручку за 500 рублей чтоб ему перевести тысячу нифига себе круто а 500 рублей откуда ты взял мама дала бабушка подарила у меня вчера было день рождения у меня у меня мама бабушка очень красиво выглядишь да ты тоже очень красиво выглядишь у тебя наряд очень мега суп спасибо тысяча минус 7 с анимешника по лайку какое твое любимое аниме ни один что они мы что если ты смотришь аниме то у него никогда не будет секса я не смотрю у меня постоянный секс хоть я и смотрю аниме извините у меня звонок просто там по работе по работе по бизнесу все продавайте акции и покупайте tesla на маска да все продавайте по работе звонили акции bugatti упали а я сегодня планирую не приходить домой а вы куда собираетесь идти к тебе а я тебе не слова нормально нормально а что снимем сниппет а что с них сниппет тебе поставить свой сниппет новый а у тебя есть свой сниппет новый девушки любят ну все а ты это пердит прошу прощения извиняюсь прошу прощения извиняюсь я уже почти какая же вкуснятина погода хорошая это вот мой мой сниппет это первый партнер другой человек сейчас я для себя перемотаю я я я я я все 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 можно вас позвать на поле я 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 это я это Продолжение следует... 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 дай мне тоже ананасы дай мне а пока не фу а я думаю что мы уже с тобой настолько близки сегодня я покажу пожарный генерант сегодня я покажу пожарный генерант постели сегодня туалетную бумагу купила у меня доживю бейшая как будто я тут уже стояла это все таки мне попросили за второй столик попросили перед этим у меня доживю и бейшая как будто мы здесь уже стояли стояли где так передай за второй столик что ты ты мне нравишься ты прикольная тебе это ебать не должно тебя я ебать должен скажи скажи слышала историю про жучков которые едят козюли из-под кровати ты ешь козюли из-под кровати нет жучки которые едят козюльки из-под кровати это неправда скажи это правда могу тебе показать это правда могу тебе показать это правда могу тебе показать ну раз ты такой охуенный отожмись тогда 30 раз попроси до 50 раз скажи за меня это делают другие люди я плачу за меня это делают другие люди я им за это оплачу а я тебе оплачу за это скажи а я тебя же скуплю я тебя сейчас оплачу нахуй у тебя денег не хватит нет у тебя даже нет у тебя грильня есть сейчас извините этот звонок опять по работе алло но это только на четверть биткоины но ты ты с ним там это построже его вообще нахер ты скучный крыску не на киску да нихуя красивая спасибо большое я такая устраивает скажи а ты чё рожавшая да нет просто какой-то черт один раз голову туда засунула я я видел гифку и чайник еще там поместился прикинь сумка ты слышишь этот звук это пиглины вокруг зазевался на секунду твою сначала выпьем за знакомство вместе мы должны выпить пьем до дна с хуяли насрали лучший лучше тот и лучше но ну давай я тебя точно сегодня трахнул это муха пролетела не нравится она тебя хочет ты меня уже хочешь ты меня уже хочешь я это чувствую тяпись она могла это сквирт не существует сквир сквирт шампанского в лицо сквирт сквирт шампанского в лицо сквирт 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 я тебе сегодня на лицо я кстати с этого какого-то с деревне приехала но оно и видно а в деревне не мылась три месяца тебя не смутит до сюда да все да для тебя дорогая любишь пердеть вообще вообще как часто этим занимаешься как детям вообще относишься а я к ним вообще не отношусь я уже взрослый тебе 23 мне 23 да сейчас мне 30 копия вот эти мамочка сплетелась плела нет сам сделал не фигасе из карусе и уж мой серый круто конечно отец что дома другие тебе не кормят что ты сейчас ел ну у меня просто я по диете должен съедать 100 грамм мяса и 200 грамм гарнира три раза в день и потом еще может кефир и лимона на 200 грамм любишь ты домашних животных у меня был как думаешь кем ты была в прошлой жизни каким животным кем сейчас и являюсь теперь пьяная уже совсем нахуй ты пьяна ты про животное кем кем ты была животным в прошлой жизни кем сейчас и являюсь кем самая красивая кисонька самый красивой кисонькой нет крыцкой ящериц ящериц выпьем за это выпьем за это ты не догнал да а? ты не догнал а на венздей а ты венздей а дракона ты дракон? нет скажи что знаешь в постели прием дракона я знаю в постели прием дракона называется дракон покажи потом а нет мы уходим? спасибо уходим скажи круто круто? даааа кто это тебя этому обучил? мама вместе с ней тренировались? да меня зовут Игорь Иникс спроси как ее зовут? как тебя зовут? нет как тебя зовут? Саньян Боцефал Блэк ну кстати ваша фамилия кстати очень похожа на эту фу блять тебе не понравилось? нет ты облизнул мою руку скажи я не только руку облизнуть ты этот язык куда я только не сувал облизываешь меня тут никуда я не целовал это у меня было много женщин просто я из ростова у нас тут из ростова и в ростове тут такими занимаются меня в универе звали анальный дробовик потому что я выворачивал попки девочек наизнанку это была моя работа сколько платили сожалению очень зато сейчас зато сейчас много сосисок сосисок а ты ему отвечай сам сосисок может и тогда отсосешь да нет снимаете штаны это не ходит мои полномочия выпьем за это пейте пейте скажи скажем может поедем уже к тебе когда у тебя последний раз был секс вообще ты меня только что в уши выебали так что ну а такой ну половой контакт половой контакт у моего отчима спроси как его зовут тяжелые времена так сказать я ревнановец тебе все понравилось соска я не знаю может пойти вон там где-то соска валяется нет ну тебе все понравилось лэнсдей да понравилось все может тогда я тебя трахну это не вопрос ну ладно горько 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 фу тогда так и надо вот про прощайтесь все у вас будет она уже раздевает будет он сказала не будет будет почему не будет чтоб не втыкал смысле я планировал тебе вот воткнуть сегодня смесь ой ты чё так у меня ничего не будет все будет все будет ты накормил ее напоеду ну мало напоеду она не хотела пить гулять заставь я бы я не знаю как ну так пей сука это хуйня какая думаешь ну что ребята как вам наше свидание я какой-то да я все вижу я мам мол э у но clim Ji Абимбобе, 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 абимбобе